Приветствую всех на канале Матковод. С вами я Илбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, задавали вопросы по поводу того, вот ты постоянно подселяешь стартера и что ты потом делаешь с пчелой, потому что там будет много тыры-пыры, что с ней делать и как с этим бороться. Я уже на этот вопрос отвечал, но каждый раз новые подписчики есть, одни и те же вопросы. Ответим еще раз, что я с этим делаю. Когда вижу, что там избыток пчелы, его сразу заметно. Они висят там, где не надо, ведут себя плохо, агрессивные становятся. Когда их много, это тоже нехорошо. Соответственно, что делаю? Беру свои видра, трясу туда по необходимости нужное количество пчел с одного уля. Ну, вижу, сколько в стартерах лишней пчелы, столько и стрясываю. И что делаю? Засисляю на овощину этих пчел. Вот в этом вчера, не позавчера, или поза-позавчера, ну неважно. Стряс я пчелу получается, на ночь ее положил в подвал. Конечно, может не надо было этого сейчас делать, но тем не менее, положил в подвал из-за отсутствия времени. На следующий день пришел, высыпал в этот улей, в двух корпусах. В верхнем корпусу была ващина, нижний пустой. Нижний высыпал пчел, сверху поставил полный с ващиной. Матку между ващинами поставил с открытым маленьким отверстием. Но улей ставил в тень, так как, чтобы просто не запарить пчел. Через сутку их принес, вот они сейчас два дня тут облетелись, и сегодня я хочу посмотреть и матке открыть большое отверстие. Стрясывал ориентировочно по три рамки с стартера, это, грубо говоря, по шесть, я два таких сделал, один там, один там. И сиропчик. По шесть рамок, а поставил все девять сюда, соответственно, заберу сейчас лишнюю овощину, увидим что да как, откроем матке маленькое отверстие. Ну, так же им, друзья, и налил сироп, для того, чтобы они хотели тут быть. Сироп они еще не доели, сразу же поставим по нивановскую решетку. И посмотрим, что да как. Заберем лишние рамки. Спичку украли у меня, как всегда. Ну, маточка ходит. Пчелы, конечно, не очень зашли к ней. Так, поставим в карман, чтобы не подпарить, так как жарко, солнце светит. Так, лишние рамки надо забрать, друзья. Им тут нечего делать. Соответственно, мы их заберем по необходимости, сколько есть пчел. Видим, что крайние даже не дотронулись. Так как пчелы там мало. А тут уже дальше пошла отстройка. Где больше, где меньше. Ну, давайте эту я оставлю, а эту еще стрясем. Ну, тут уже начали работать, но тут мало. Так, ну, тут уже по мере обсижности видим, где чуть больше, где чуть меньше. Так сразу же и сироп заливают. Так как без сиропа они бы этого не делали. Два дня стояла отвратительная погода, как раз, когда они были закрыты. Ну, когда их формировали. Абсолютно отвратительная. Дул ветер. Дул ветер и вообще никакая погода. Ну, видим. Этих рамок достаточно им. Как шесть стряс, друзья. Так шесть и надо было оставить. Так, что мы делаем? Спичку украли. А, у меня здесь есть старые спички. Если будет кому интересно, почему они стоят, эта семья стоит прямо в ряду. Так как у меня здесь были семьи. В процессе ревизии обнаружил в этой семье трутовку. Только-только хотела образовываться. В прошлый раз, когда я делал тут ревизию, у меня была запись, что я матки не нашел, но были яйца. Ну, как раз типа начинало сеять. Я предположил, что она как будто начинает сеять. Матку я нашел, ну, и решил ее дальше не искать. Оказалось, друзья, это было не так, как я себе предположил. Оказалось, все намного проще. Матку не облетелось, не потерялось. А пчелы из-за отсутствия матки и длинного времени, конечно, взяли уже и начинали понемногу сами сеять. И так образовалась, друзья, у меня трутовка. Что я, как я поступил? Я долго не думал, так как трутовку спасать, это из моих наблюдений, возможно. Но обделка выдержки не стоит. Или как там, не знаю даже. Почему? Да потому что ходи, наклоняйся на них, проси, моли, а она еще тебе будет мозги крутить. Я поступаю в этом случае по-другому. Нашел, есть ли. Оно бывает периодически. Вот в прошлом году, по-моему, 2 или 3 было на том точку, куда мы всегда времени не имели, когда дойти. В этом же году вот одна. Взял, вот прямо их тут тряс. Где там, где там, там всех растряс. Улик этот забрал. Соответственно, конечно, эти пчелы попрашивали близко состоящие уля по соседству. Те пчелы, которые были тут трутовками, они некоторые остались, так как у них возможности не было вернуться назад. А те пчелы, которые все-таки летали и хотели вернуться, они, если и просились другой улей, так они просились уже как, ну, припрашивались, скажем так. Соответственно, свое поведение они уже оставляли при себе, а должны были вести себя так, как этого полагает семейство, в которое они припросились. Уля тут сутки не было, даже двое, получается. После чего на это место мы поставили, уже как бы образовавши новую семейку. Так, на мой взгляд, более эффективный бороться с трутовкой. Просто растрясли, а спустя какое-то время из своих же улев по одной рамочке расплода вытянули, поставили и восстановили единицу. Чем бороться, спасать ее. Это когда есть время, можно. Это все возможно, конечно, все возможно. Но у меня его нет. Все, друзья. Вот так освободил стартер от лишней пчелы. После чего сразу же заметно его более лояльное поведение. Тогда он перестает себя плохо вести, скажем так. Начинает работать так, как мне необходимо. Также добавилась единица. Все, друзья. На этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому-нибудь нравится. Дизлайки. Все, всем пока-пока.